Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Допустима ли татуировка православной тематики? Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущий у вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, и вы выкуплены дорогою ценой? Поэтому в принципе татуировки, какие-то порезы специальные телесные, они были еще в Ветхом Завете, через пророков запрещены, потому что очень глубоко связаны с языческими религиозными практиками. Нанесение священных образов на тело, мне кажется, недопустимо, потому что в этом есть некое порочащее священное изображение отношения. Все-таки икона должна быть иконой. На мой взгляд, возможно, допустим только один вариант. Это маленький нательный крест, который изображен на том месте, где бы он у вас висел, если бы вы его надели. Такой крест с вас не смогут снять ни во время гонения, ни в тюрьме, ни в армии, если вы служите. Он всегда останется с вами. Может быть, такую наколку здесь на груди человеку, который находится в опасности, можно сделать. Известно, что коптские христиане, начиная с арабского завоевания, то есть с 7 века, живущие под страшным гнетом, делают наколки своим детям, по-моему, на руках креста. Чтобы в случае смерти или продажи в рабство, под этим страхом они всегда жили и продолжают жить. И сейчас, что сейчас будет твориться, например, в Афганистане с христианами, никто не знает. Чтобы можно было опознать тело христианина или христианки и предать погребение. В этом случае, если есть такая смертельная опасность, с одной стороны, а с другой стороны, как помощь в том, чтобы не скрывать свое христианство, чтобы принять мученичество, такое начало исповедничества. Вот в этом случае, наверное, можно. В других, наверное, не стоит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...